Всем привет! Сегодня тема о студийных кассетах. На мой взгляд, именно такие кассеты были самыми распространенными носителями музыки, в том числе и в России. Многие брезгуют студийными тиражными кассетами, ссылаются на низкое качество пленки и записи, и это не беспочвенно. Но в основном негатив связан с пиратскими студийными кассетами. Лично я в машине отдавал предпочтение именно студийкам. Мне было жалко катать и насиловать хорошую кассету. А так купил недорого, послушал. Не понравилась группа, выкинул и забыл. Сколько у меня таких кассет в машине побывало и не сосчитаешь. Так вместе с машиной и продавались. Зато благодаря студийкам я расширил свой музыкальный кругозор. Услышал на радио песню, узнал, что за группа, купил ее альбом в ларьке на такой же студийке, послушал и если понравилось, то уже искал компакт-диск. В общем, если и ставить памятник кассете, то это должна быть студийка, причем пиратская. Но студийки бывают разные. И их стоит разделять на пиратки и фирменные. Согласен, что и пиратки и студийки писались по одной какой-то общей схеме. То есть в помещении стояли тиражные кассетные деки, если это слово деки применимо к ним. Писалось на двойной, если не выше скорости. Естественно, качество записи ухудшалось. Но сильно сомнительно, чтобы владелец пиратской студии закупил где-то новенькие тиражные деки. Затем покупал мастер-ленты и писал с них кассеты с тщательным контролем процесса. А вот фирменные кассеты наверняка производились с противоположным подходом. На солидной и уважающей себя фирме стояли хорошие копировалки, которые обслуживал квалифицированный персонал. Писали не с абы чего, типа mp3 диска. Использовались хорошие ленты, а очень часто великолепные ленты от ведущих мировых изготовителей. Следили за уровнем и качеством записи. Но свечку я не держал, поэтому могу и ошибаться. В общем, это так. Моя теория и заодно вступление в тему. А сегодня хочу посмотреть и показать вам несколько фирменных, и я в этом уверен, студийных кассет, которые я приобрел не так давно на Авито. Их цена 125 рублей за штуку. Если вы скажете, что это безумно дорого, то я буду долго смеяться над вашими словами. В настоящий момент наши российские студийные кассеты продаются. Именно продаются, они висят месяцами на Авито по цене 100-150 рублей. В зависимости от состояния. А здесь американские фирменные, то есть качественные по записи. Запечатанные, большими буквами говорю, запечатанные кассеты. За репертуар не скажу ничего. Это американская эстрада, которая нам почти неизвестна. Но от этого она не становится хуже. Я купил 10 кассет, 7 послушал, и только 3 из них мне не зашли по репертуару. А это очень неплохо в плане музыкального кругозора. Я их купил у моего давнего и надежного продавца кассет Григория. Кто-то скажет, опять он этого Григория рекламирует. Но, во-первых, я не виноват, что Григорий продает интересные для меня кассеты по адекватной цене. Я писал жалобы в Общество защиты потребителей, так как считаю его цены заниженными и не отвечающими мировым тенденциям на кассеты, особенно на фоне роста биткоина. К сожалению, мои жалобы отклонены. Но впереди прямая линия с президентом, и я постараюсь дозвониться до него и решить вопрос низких цен у Григория. В общем, ссылка на объявление Григория в описании к этому видео. И вы можете сами задать ему вопрос о ценах. Заодно посмотрите весь его профиль. Наверняка и по другим его продажным нотам будет тот же самый вопрос о низкой цене. Так вот, студийки от Григория. Это 100% американские фирменные запечатанные кассеты. Мы их активно обсудили в моем телеграм-канале, ссылка на который в описании к этому видео. Есть и противники, есть и защитники такого формата. Но всем большое спасибо за диалог и надеюсь мы продолжим в том же духе. Основной аргумент противников этих кассет, а вернее студий как таковых, якобы низкое качество записи, потому что это тиражки. Выше я уже говорил об этом. И конечно это аргумент. Допускаю, что частотный диапазон будет чуть ниже, чем если бы я сам записал кассету на своей деке. Но по факту скажу, что запись на кассетах великолепная. Никаких слышимых проблем в виде нехватки высоких или низких частот. Кассеты от солидных компаний MCA, WEA, Capital Records. Все кассеты записаны с применением технологий HX Pro. А некоторые еще и с добавлением технологии XDR, Expanded Dynamic Range. Спасибо Тимуру за информацию. Все записи с системой шумопонижения Dolby B. И она реально работает. Я вполне допускаю, что кассеты могли писаться на стандартной, а не повышенной скорости. Никаких искажений или перегрузов с дропаутами. Великолепная, качественная и красивая полиграфия на многих кассетах. Коробки из классного пластика. В общем, Америка умела делать студийные кассеты. Давайте я продемонстрирую, как все это выглядит в реальности на магнитофоне. Сразу скажу, что некоторые песни вы не услышите. Потому что YouTube забанит эти видео, заблокирует мое видео. И пока я их не удалю, соответственно, публикация будет невозможна. Так что не слышите песню. Это не моя вина. Это такие вот проблемы YouTube. Смотрим. Поможет мне в этом деле кассетная дека GVC TDX502. Извиняюсь, если плохо видно индикатор. Но я уже объяснял, что он работает в штатном режиме. Но сделан по такой технологии, что камера его не видит. Плохо отображается. Тумблер шумопонижения в Dolby B перевел. Я готов. Название этой группы затрудняюсь прочитать. ARTCH. Какой-то металл здесь. Я ее слушал немного, но это не мой стиль. Поэтому до конца не дослушал. Полиграфия. Великолепная. Трек-листы. Здесь тоже много чего интересного почитать, посмотреть. Коробочка. Все отлично. Кассета внешняя. Не высший пилотаж по разряду студии, но неплохо. Чистенькая, аккуратная. Здесь написано Metal Blade Records. Dolby B включено. Лента на цвет. Без вопросов. Вот такой стиль музыки записан на этой кассете. Но меня больше интересует уровень записи. Обратите внимание, на индикаторе есть метки Normal Chrome. Вот она. И металл. Правее. И уровень соответствует метке Normal Chrome. То есть в принципе придраться к уровню записи по децибелам я не могу. Да, плюс 5, плюс 6 прыгать. Кто-то скажет, ой да, это же очень много. А я скажу, что это нормальный уровень для хорошей ленты первого типа. В общем, визуально придраться не к чему. Уровень мне нравится, а вот музыка не очень. Но не мой стиль, не люблю я такое. Скорее всего, эта кассета будет кому-то подарена. Далее. Неизвестная мне исполнительница. Это стиль Soul или R&B. Название я не прочитал. Альбом называется Loving You. Что интересного видно на кассете. 1990-й Bellmark Records. Здесь HX Pro написано, BNR применено. И вот видите значок XDR. То есть это Expanded Dynamic Range. Что это конкретно означает, не подскажу. Но что-то, наверное, приятное и крутое. Полиграфия. С небольшим разворотом. Но все на месте, все красиво, все исписано. Зацените коробочку. Вообще ураган. Напомню, 125 рублей стоит вот такая кассета в заводской целлофановой упаковке. Как записано. Напомню, если вы не слышите саму песню, это значит, что YouTube ее забанил и не пришлось вырезать. Здесь по уровню так же все без проблем. Максималка вот плюс 4 прыгает. Разбаланса вообще никакого нет. А это значит, что на первой кассете был все-таки небольшой разбалансик. Но не забывайте, что сегмент это 1 дБ. Это довольно точная шкала. Сама песня. Отлично звучит и хорошо выглядит. Джон Уэлдер. Ее я послушал. Здесь какой-то инструментал. По стилю. Но сейчас все узнаем. Кстати, тоже посмотрите. HX PRO BNR XDR. Здесь у нас не вижу какая-то рекорд. Все права защищены. 90-й год. Полиграфия здесь самая скромная. Без разворота. Как звучит. Тоже, как вы видите, придраться не к чему. Все ровно стабильно. Плюс 4, плюс 5 по метке нормал на этой шкале. Комментировать особо и нечего. Хорошая кассета. Великолепно выглядящая лента. Зацените. Скромная полиграфия, не буду отрицать, но прекрасный звук. Некий дяденька по имени LG Reynolds. Я ее послушал и оставлю эту кассету себе. Мне понравилась музыка. Мне понравилось оформление. Здесь Беллмарк Рекордс тот же самый. XDR вижу. И все такое. Полиграфия. Пара разворотов. Качественная бумага. Великолепная коробочка. Посмотрим кассету в действии. Великолепная коробочка. Какие вопросы? Плюс 4, плюс 5. Все абсолютно ровно. В процессе воспроизведения я включал и отключал Dolby B. И так, и так. Звучит великолепно. Классная кассета LJ Reynolds. Она останется у меня. И теперь несколько кассет, которые я специально не скрывал. Оставил это для того, чтобы сделать... В прямом эфире. Скажу так. Группа. Rig O'Cassack Fireball Zone. Без понятия, что это, кто это, с чем это. Едят или слушают. Кассета. 91-й год. Реп какой-то рекорд. Не вижу. Здесь BNR вижу. Made in USA. Симпатичная кассета. Посмотрите. Забыл. Типа керамическая вставка в LPM. Ладно, лента потом покажу попозже. На винтах. Язычки, кстати, у всех кассет фабрично отсутствуют. Они не выломаны. Они фабрично отсутствуют. Но потому что это студийная кассета. Она не подразумевается, что будет переписываться. Эпический, не побоюсь этого слова, вкладыш. Зацените. Обратите внимание на вот этот. Это даже не косяк. Парочка кассет таких попалась. Это и на коробке тоже есть. Это пропил. Пропилили коробку. Маленько пропилили вкладыш. Это означает, что данная кассета была либо списана как нераспроданная в магазине. Либо продавалась с очень большим дисконтом. Ну, что-то типа того. Поэтому это... Ну, бывает такое. Попадается на студийных кассетах американских. Да. Скажем по-русски, не ликвиды. Обратите внимание, на коробочке есть лэбл. Уорнер. Наверное, вот так вот правильно будет читаться, наверное. Уорнер Мюзик. Заценим, что за музыка. Субтитры сделал DimaTorzok А мне такая музыка заходит. Я эту кассету точно оставлю себе. И буду с удовольствием слушать. Не раз и не два. И еще одна запечатка. Не пойму, что за группа здесь не написано. Masters of Reality. Наверное, какой-нибудь сборник. Кстати, тоже, вот видите, с пропилом. Вскрываем. Тоже кассетка где-то осталась. От Warner Music застряла. Вот видите, лайбак здесь есть. Warner Music. В комплекте кассетка слегка пыльная. Здесь из интересного только HTX Pro и BNR. вкладыш. Ого. Ого. Так. Но все равно я не силен. Тем более, тут я сейчас не вижу, чьи лица изображены на вкладыше. Masters of Reality. Мастера реальности. Здесь как. О, целая картина. Да, очень неплохо. Напомню, что 25 рублей стоит такая кассета. Вот такая она суровая американская реальность. По уровню тоже слегка кривовато. Может быть, это такой тренд писать металл с небольшим избалансом. Не знаю. Ну, хотя бы разочек эту кассету я точно послушаю. И уже потом приму окончательное решение оставить эту кассету себе. Или не оставить. И последняя кассета West BNR. The roof is on fire. На торце кое-какая информация. Наверняка полезная. TCR Records. Скорее всего. Вскрываем. В комплекте кассета. Что здесь? Что-то есть. Без язычков. В комплекте есть вкладыш. Все трики защищены. Точно, наверное, забанят мне YouTube эту кассету. И опять же, коробочка в великолепном состоянии. Слушаем. Смотрим запись. Смотрим запись. Как вы видите, индикатор вообще в плюс 7 дБ колбасится. И при этом никаких слышимых проблем со звуком точно нет. West B, 91 год. Послушать и принять решение. На этом почти все. Надеюсь, вам понравилось то, что вы увидели и услышали. Я не ставил своей задачей как-то расхвалить эти кассеты. Я просто хотел показать вам, как все с ними обстоит на самом деле. А уже решение принимайте сами. И, кстати, я там ошибся. Не Warner, получается, Music, а Matown. А это даже, наверное, еще круче. Ну, те кассеты, на которых у коробок были W-значки. Но это был не W, а M, Matown. И напомню, что цена одной такой запечатанной кассеты 125 рублей. А если берете от 10 и больше, то 100 рублей за кассету. Ссылку на объявление Авито найдете в описании к этому видео. На этом у меня сегодня все. Всем спасибо за просмотр. И самое главное, не болейте.